интересно узнаете вы о чем сегодня будет эфир секрет бар хайфа молодца надо к вам заскочить кстати как-нибудь у вас отличный бар сделаем рекламу ребят тут подключился самый классный бар в хайфе секрет бар пишите название то мама цавны шамочери макурэ вы што скучились на хонит гагатым майоним сейчас самый классный период темнеет поздно по-моему говорят 20 июня это самый длинный день за не ошибаюсь я ура мы снова в эфире то ребят вас будет немного мне кажется потому что пятница все заняты делами кто-то уже начал отдыхать поэтому нормально будет коротко но по делу как ваши дела напишите в комментариях кто что делает сейчас сейчас пятница вечера дематема суки чем вы заняты хуцми лицфот би кроме того как смотреть час эфира аскаха ребят да у меня сейчас последний ролик рилс был на тему полезного десерта шоколадных шариков как бы там ни было мне это напомнило очень интересный фрагмент из интересного фильма я думаю вам известный вам известного фильма форест гамп вы знаете я очень люблю кино и в нем помните форест кто смотрел так начнем с того кто смотрел форест гамп форест гампа ми цафа смотрел или видел мира от форест гамп серетовно хон мира сейчас посмотрим посмотрим сколько у меня киноманов в подписках ховэвэй сратим в ховэвэй 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 это любите ховэвэй кольноа ручку поднимаем да кэнгом они а то вэдэд йом шиши и язман лахзора вайта то азиофи вы помните одно из тех кто смотрели фильм помните там было такая там много фраз которые потом разобрали на видите мне птички подсказывают да да там много фраз которые потом разобрали на цитаты но одна из самых главных фраз этого фильма когда он сидел на этой известной скамейке форест гамп и рядом подсела женщина и он ей кое-что сказал помните что он ей сказал что-то что ему мама всегда говорила такой это потом стало такой фразой цитатой том хэнкс на хонова сыграл сыграл такого немного везучего дурачка но в этом и вся весь вся суть этого фильма ну и намного больше тем не менее он говорил следующее на русском языке кстати перевели это не совсем точно прямо слова слова поэтому мы посмотрим как это перевели на иврит и так она запоминается намного лучше он сказал следующее фильме форест гамп моя мама всегда говорила что жизнь это как коробка шоколадных конфет он моя мама всегда говорила что жизнь это как коробка шоколадных конфет ты никогда не знаешь какая начинка тебе попадется помните этого этого фразу из фильма те кто смотрели ребят нам нужно сначала вам присылать фильм потом уже разбирать окей это тоже красивая фраза тем менее вот эту вот фразу хочется разобрать и на английском она звучит точно так же примерно он говорил он на английском сказал следующее my mama always say me life is like chocolate is like box of chocolates что-то такое chocolate chocolate я уже не помню you never know what you're gonna get окей и вот это вот выражение я ты никогда не знаешь что ты получишь если переводить дословно жизнь как коробка шоколадных конфет ты никогда не знаешь что ты получишь но там есть такое выражение gonna get окей и давайте переведем вот это выражение на иврит на нерой по арбе анащим хадачим завод написали а здесь если мы возьмем эту же фразу то она на вид на иврите будет звучать следующим образом мама всегда говорила на хон им а тамид амра и это именно говорила или сказала на иврите амра не гибра гибра это разговаривала да не путайте им а тамид амра шаха им что жизнь эм кмо кувсад шоколад обратите внимание там есть местоимение эм они почему там написано они потому что слово жизнь это множественное число а слово эм в данном случае это не слово они выврите а это слово это то есть жизнь это когда мы говорим например что то потом это то мы используем местоимения и в вибрите и если вот это что-то вношного числа как слово жизнь то вместо слова это вместо слова за früher не должны говорить о одном случае мы говорим местоимением они потому что хоть и множество а за каким em qmo они как кувсад шоколаде мили qsac a колôAD ли уже не помню как там на иврите точно attoc universe Host�도 но поскольку Это можно сказать шоколадим тоже. Моку всад шоколад. И потом он говорит, ты никогда не знаешь, что ты получишь. И тут ивритский перевод падает на английский слово в слово, потому что точно такой же речевой оборот есть в иврите. А именно, вот это вот you'll never know, а та афпам, ты никогда. Афпам ле йодеа. Кстати, вместо афпам вы можете сказать леолям. Есть такое тоже наречие, никогда. Как афпам? Ата афпам ле йодеа. Ма ата олех, что ты идешь. Прям как с английским, правильно? Гона, going, gonna, это одно и то же. Олех лекабель, get на английском. Как мы, почему именно олех? И это, я думаю, что все-таки это такая адаптация с английского на иврит, вообще, вот этого речевого оборота. Но в иврите его часто используют. На иврите слово олех, идешь, оно используется не только как слово ходишь, да, там идешь или... или иду, или идет, в зависимости от местоимения, шалом, шалом. Оно также используется с дополнительным глаголом, как на английском. Собираешься что-то сделать. Но тут не слово собираешься, потому что, если я говорю, например, ребят, я собираюсь начать учиться там, да, в следующем году, то вот это собираюсь я могу использовать тоже словом иду. Ани, олех, леатхиль, льльмод, башана, абаа. То есть я иду начать учиться. Собираюсь. Но в данном случае атаулехли кабель тут не подразумевается, ты собираешься получить. Ты никогда не знаешь, что ты собираешься получить. Тут просто используется это как будущее время. Правильно? What you gonna get? Что ты получишь. В русском языке нету вот этого речевого оборота, поэтому мы просто используем будущее время. Где же все-таки мы это используем? Ведь на иврите можно же было сказать просто Просто ты не знаешь Что ты получишь. И это будет то же самое. Но здесь добавили слово А, потому что дословно с английского гона. И два, потому что, когда мы говорим словом Идешь или идет, то мы также, в иврите, подразумеваем что-то, что случится в будущем. Например, идет игра. Какая-то команда, возьмем условно Реаль Мадрид в Барселоне на конштейк 200 митхарот Соперники И этот Паршан на иврите это Комментатор говорит Как сейчас это выглядит? Я за Барселону больше Барселона идет победить И это не собирается Это, скорее всего, или в будущем времени В ближайшем, как правило, победит Когда хотят сказать, что Будет, пойдет дождь Пойдет дождь Хотя сейчас не такой сезон Смотря где вы находитесь Тоже на иврите часто можно услышать Не просто пойдет на иврите Это будет спускаться в плане дождя От слова Не просто Извиняюсь, не просто А именно Вот просто кто-то сидит с вами и говорит Вау, сколько туч Мне кажется Идет Идет, а потом Или я говорю Будет холодно Будет холодно Можно сказать Но также можно сказать Идет Быть холодно Или я говорю Будет сложно Имея в виду Будет сложно Будет больно Олехлиот Куэйв Окей Тут вы можете Идет быть как-то Мы дополняем после слова Быть Больно Сложный И так далее Подразумевая Как будет Скорее всего Можно конечно Просто использовать Будущее время Но тем не менее Это имеет место Я бы просто к вам не говорил бы Если бы Это не использовалось Ребят Поверьте В этом как бы Моя фишка Не пихать вам то Что в ульпане пихают Непонятно для чего И когда этим Последний раз Пользовались Да А то что есть В нашей повседневной жизни Байом-йом Бащигра А теперь давайте Вы напишите Понятно ли то Что я вам объяснил Дивитесь мыслями Барур Кену-ро Сейчас подведем итог Для тех Кто в там В бункер Не поняли где Да Если есть вопросы Зе осман кишану Окей Ну и собирается Не забывайте Что слово Собирается Тоже используется Как собирается Например говорят Там Олехлиаге Собирается прибыть Как идет прибыть Собирается прибыть Можно и в таком плане Я могу спросить Мата Олехлиасот Что ты идешь делать То есть Что ты собираешься делать Что ты собираешься Тут это будет Собирается И еще Где мы еще используем слово Идет Все началось с предложения Ты никогда не знаешь Что ты получишь Да Из форезгам Также мы используем Это важно Не отключаться Никому Всем на месте Оставаться Еще важный момент Глагол Идти С предлогом На На Как будет на Мы уже три дня Разбираем предлоги на Как мы скажем на Прямо таки на На чем-то Как мы скажем на Привет-привет На Давайте Включайтесь, ребят Окей, первый вариант пошел Второй пошел Аль Нахон это Аль А знаете Видите, когда говорят Я иду на А не Олех Аль Или я пойду А не Элех Аль Это не просто Пойду на На чем-то А подразумевается Я выберу Мой выбор Пойдет На что-то Кто-то сталкивался С такой формулировкой Например, у меня есть два варианта Мне нужно выбрать один А не цехлифхор и хар Опция ахат Миштя опция Выбрать один Что-то одно И я говорю Хорошо, скорее всего Я выберу это Да, я могу использовать Классический вариант Слово выбрать Лифхор Помните? А не Эвхар А не Бухер Я выбираю А не Бухер Б Кстати, с предлогом Б Или с предлогом Эд Так и так можно Но так же можно сказать Я иду на это Так же, вот если я говорю, например Я иду на опцию номер один То есть я выбираю Вариант номер один Или я пойду Я выберу Выбираю что-то Иногда говорят Иди на это Лехальзэ Нахон То же самое Потому что в данном случае Это еще и используется Как дерзай Вперед Я собираюсь это сделать А не улегля Сотэдзэ Вместо Иду делать это Я могу сказать А не улегальзэ Я иду на это Ну тут уже ближе к русскому Можно, в общем-то Как бы как Пойти на что-то Как-то соединить По смыслу Но, тем не менее Еще раз Идти на Это будет как Выбрать что-то Или собраться что-то сделать Или решиться Что-то сделать Зэл Я решил Эхлят идти А не улегальзэ А не улегаль А курсим шельтимур Окей Немного самореклама Что вы хотели Если я себя не отрекламирую Кто меня отрекламирует Наверите Есть выражение Если я себе не позабочусь Кто позаботится обо мне Ми ли им ле анили Или наоборот Им ле анили мили Если не я мне То кто мне Вопросов нет Никаких вопросов нет Ребят, давайте подводить итог Все Пятница Идите в клубы Бары Отдыхайте Итог Мы начали с того Что мы сказали Что есть фильм Форест Гам В нем есть известная фраза Поговорка Если не я мне Им Ну там на ибрите Вообще-то идет так Им эйн анили Если нет я мне Это словно Им эйн анили мили Кто мне тогда Но оно переводится Как типа Им эйн анили мили Это Если я себе не позабочусь То кто позаботится обо мне Ну в общем-то Что-то в этом роде Подводя итог Мы начали с фразы Из фильма Форест Гам В котором он сидел На лавочке И говорил Май мама Алвист Сейдми Сейдми Лайф И лайк Бокс Оф Чоколейд Ты никогда не знаешь Жизнь как шоколад Коробка конфет Ты никогда не знаешь Что ты получишь И на еврейце Это будет Что ты идешь получить То есть Что ты получишь в будущем И в данном случае Идешь получить Мы сказали Что олех Используется Когда что-то будет В будущем Как например Пойдет Пойдет дождь Я могу сказать Или Как бы собирается пойти Пойдет Также мы сказали Что Идти на что-то Это уже используется Как что-то Выбрать Определиться с чем-то Решиться что-то сделать Также Когда мы хотим Кого-то подбодрить И сказать Иди на это Лехальзэ То есть Вперед Дерзай Или например Я говорю Аляхтяльцеваадом Дословно Я пошел на красный цвет То есть Имеется ввиду Я выбрал красный цвет Если это был выбор Яш Зел Ребят Так что Глагол Идти Олейх Он Не такой уж Однозначный Как может показаться В первые дни Познавания Познания Иврита Ну и конечно Нужно его уметь Спрягать А чтобы спрягать Как надо Надо учиться А чтобы учиться Как надо Нужен хороший учитель А чтобы был хороший учитель Нужен Тимур У Тимур нужен курс Нужно идти на курс Нужно заниматься В общем Одними эфирами Тут не 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 обойтись Иду на риск Ты знаешь Не совсем На иврите Идти Брать риск Идти на риск Это брать риск Ла кахат секун Я собираюсь рискнуть Взять риск Да Можно так сказать У вас есть огромный дар Учить людей Да С неба Да Видите этот лучик света Это энергия Которая приходит сюда И приходит Я Я как посредник Метавех Между языком и вами Вот Все что я Пытаюсь сделать Да Брать Ла кахат секун Это брать риск Это рисковать Вообще Это отдельная тема Спасибо Приятный комментарий Тема риска Она очень интересная Вы воврите Потому что Вы видите Риски и опасность Это однокоренные слова Сакана Секун Рисковать Ли стакен И так далее Подвергать риску Ли стакен Но это уже другая тема Нхон Если будет запрос Можно ее тоже разобрать А я напоминаю Что так же у нас Работают тренажеры Врита Где все вот эти вещи Мы в общем-то Не только обговариваем Но и Делаем задания Закрепляем Активно изучаем То есть сейчас Вы пассивно изучаете Вы послушали меня Окей Все классно Тимур Пошли дальше Жарить шашлыки Хацикоах Нахон на эврите Град Хацикоах Половина сила Так что присоединяйтесь Тренажеры Врита Иврит на слух Оба проекта Либо один из них Классная вещь Уже два года работает Люди не жалуются Все только рады Будем прощаться Мои хорошие Шелеха мем шех Шаббат шайлом Ба литро Пока Бай-бай